Всего у нас с начала коронавирусной инфекции по республике зафиксировано 5239 случаев ковидной инфекции. Из них за последние сутки 46, 35 по городу Якутску, 5 по Нервингре, ну и по ряду районов единичные случаи. Хочу сказать, что, конечно же, за последнюю неделю у нас существенное снижение. Если неделю назад было 72 случая, то сейчас вот уже 46. Это хорошая динамика и могу сказать, что уже практически месяц с 25 июня у нас по городу Якутску в среднем 35-45 заболеваний, не более. Это тоже очень важно, потому что, к сожалению, у нас 80% заболевших все равно, вот по статистике, это город Якутск. И от развития ситуации в городе Якутске точно будет зависеть дальнейшее развитие ситуации по ковиду в целом по республике. Потому что мы сегодня видим, что распространение по республике, по районам республики в основном идет через контакты с приехавшими из Якутска, через семейные, коллективные контакты. И, соответственно, вот как раз работа по снижению заболеваемостью ковидной инфекцией в городе Якутске сегодня для нас должна являться приоритетом. Хочу сказать, что у нас достаточно хорошо сейчас поставлена работа по детям, приезжающим в районы республики. Всего у нас на контроле свыше 11 тысяч детей. За последнюю неделю свыше 1417 детей прибыло в районы республики из города Якутска. И сейчас поставлено на профилактический контроль со стороны учреждений здравоохранения. К сожалению, у нас 31 человек находится в крайне тяжелом состоянии. Из них четверо на аппаратах искусственной вентиляции и легких. За их жизнь борются наши врачи. И, конечно же, обращаясь опять к жителям республики, все равно нельзя расслабляться. К сожалению, знаете, исчезает эпидемийская настороженность у многих. Ездят без масок в общественных местах, бывают без масок в общественном транспорте без масок. К сожалению, еще раз говорю, болезнь не дремлет. И вот любое ослабление такого эпид-режима, оно, к сожалению, вызывает скачок заболеваемости в том или ином регионе. Мы это сейчас, к сожалению, в других регионах нашей страны видим. Поэтому здесь надо очень быть аккуратными. Именно дальнейшее снижение ограничительных мер у нас, вообще вот снятие режима повышенной готовности, которая у нас в республике все равно действует, зависит исключительно от того, как у нас будет снижаться темп распространения коронавирусной инфекции. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация сейчас гораздо лучше, чем даже еще неделю назад. Но успокаиваться никак нельзя. Еще раз обращаю внимание людей на поведение. Нельзя допускать массовое скопление людей. К сожалению, у нас даже в учреждении здравоохранения города Якутска по утрам наблюдаются очереди. Хотя существует та же электронная запись за получением тех или иных справок в те же санатории, получением там каких-либо направлений. Люди почему-то считают себя для себя нужным именно с утра пораньше прийти, хотя можно спокойно записаться и прийти в любое время. Вот те же очереди, которые по утрам в поликлиниках бывают, к 11 часам уже в поликлинике у нас практически пустые. Поэтому здесь я тоже прошу жителей, в первую очередь, города Якутска, все-таки по посещению лечебно-профилактических учреждений соблюдать очень большую осторожность и максимально здесь через механизмы электронной записи к тем или иным врачам использовать и не допускать таких скоплений людей, которые, к сожалению, сейчас у нас получаются. Спасибо. Спасибо большое.